Доброе время суток! Например, компания Primary Weapons выпустила новый затвор для глоков первого-третьего поколения, сделанный из хорошей стали и облегченный. И, соответственно, с улучшенными параметрами, например, здесь есть зубцы на передней части затворной коробки, для того, чтобы можно было там, соответственно, легче хватать и передергивать затвор двумя способами, не только сзади, но еще и спереди. А также, что интересно, что замена затворной коробки стандартного глока на этот глок уменьшает усилие нажатия спуска с стандартных 5,5 фунтов до 4 фунтов давления. Очень интересно, что вот именно вес и изменение вот именно ствольной коробки меняет спуск. То есть, реально говоря, из пистолета будет легче стрелять, он будет более точным, особенно при повторной стрельбе. Материал нового затворной коробки сталь нержавеющая 1704-го и покрыта новым покрытием, так называемым, похожим на алмаз углеродистым покрытием, для крепкости, твердости и защиты от коррозии данной затворной коробки. Варианты существуют под глок 19 и глок 17 с двумя типами прицельных приспособлений. Стандартные глоковские или ночные от фирмы 3G-Con. Здесь показано, насколько легко это можно поменять. Снимаете старую, вставляете себе свой ствол и возвратную пружину, вставите новую затворную коробку. Соответственно, уже с тем же стволом и пружины. И все. То есть, это, в принципе, для тех, у кого старая модель глока, но хочет что-то более новое. К примеру, вот у меня есть глок 19. И я, в принципе, могу поменять затворную коробку на нем на вот такую вот модель. Что вполне возможно, я рассмотрю, как только эти вещи будут доступны. Посмотрим, вот разные варианты. Соответственно, для 17-го глока есть вариант со стандартными прицельными приспособлениями и с ночными. Ночными 549 долларов. Что, в принципе, довольно-таки дорого. Это сравнимо со стоимостью нового глока. Но несравнимо, если учитывать, что у нового глока все-таки не будет такого же спуска. Не будет некоторых таких возможностей. И не будет того же самого материала. То есть, здесь еще и уменьшенный вес, добавок ко всему. А также, при покупке просто затворной коробки, не покупается новое оружие. То есть, реально говоря, человек, привыкший уже к своему оружию, может с ним так и продолжать работать. То есть, его второго пистолета не появляется. Что в некоторых местах очень удобно. Особенно в местах, где оружие регистрируется. То есть, это вот социалистические штаты, так называемые. Да и в других странах, где, в принципе, на оружие нужно покупать разрешение. Здесь требуется покупать только запчасти, которые, реально говоря, улучшают работу даванного оружия. А сейчас мы с вами рассмотрим фотографии более детально. А вот теперь можно поближе посмотреть на изделие PWS. Вот это вот затворно сбоку и сзади. Показана картинка, как заменять затворную коробку. И варианты затворной коробок для ГЛОКа 17. Первый и второй варианты, то есть с разными прицелами. А также для ГЛОКа 19. Соответственно, поменьше размером. И, соответственно, уже с ночными. А теперь можно посмотреть на реальные фотографии данного изделия с Shard Show. Уже на пистолете. Вот видите, уже установленная. И, соответственно, это ГЛОК 19, насколько я вижу. С левой стороны. И с правой стороны затвора. И вот изнутри затворная коробка. Снизу. И сверху. Вот так вот интересно выглядит. Ну и брошюрка по данной затворной коробке. А теперь переходим к следующему. Следующий аксессуар для ГЛОКов выпустила компания LG. Напоминаю, что это дочерняя компания ESL, которая выпускает много очень аксессуаров. И они выпустили новую версию кронштейна для ГЛОКа, позволяющую устанавливать оптику поверх затворной коробки пистолетов системы ГЛОКа. Как вы видите, этот кронштейн устанавливается жестко. Но при этом получаются пикатильные планки и сверху, и снизу затворной коробки. То есть при этом не теряются планки под стволом пистолета на рамке, соответственно. Ну, конечно, они получаются ниже, чем стандартные. Но при этом все равно можно тут устанавливать или фонарь, или лазер, или что там кому-то нужно на ГЛОКе после такого модификации. Поддержат, соответственно, всякие маленькие коллиматоры или красные точки. Ну и, наверное, другого типа прицела тоже при желании. А теперь посмотрим на реальные фотографии, как это выглядит на пистолетах. Вот несколько вариантов, соответственно, в разных цветах. Вот такое вот новое изделие. А теперь переходим к следующему. Следующее изделие от компании Strike Industries. Это модификация к ГЛОКам, которая позволяет сделать так, чтобы затворная коробка ходила не на четырех полозьях, а на шести. И вот, соответственно, они изменяют определенные детали внутри конструкции пистолета ГЛОК под такую вот систему. Вот, как вы видите на фотографии, с одной стороны ГЛОК, а слева, соответственно, уже измененная конструкция фирмой Strike Industries. Последнее изделие в этом новостном выпуске – это фирма Voodoo Innovations. Выпустила свои затворные крышки для ГЛОК. К сожалению, хорошей фотографии нет. Но там облегченные затворные коробки. По внешнему виду похожи на ГЛОК 320, то есть уменьшенный вес. А также возможность устанавливания оптики, коллиматоров или красных точек. Но, учитывая, что все-таки ГЛОК выпустил свою серию MS, неизвестно, что будет с данным продуктом. В заключение данного новостного выпуска могу сказать, что теперь у хозяев или просто пользователей пистолетов систем ГЛОК гораздо больше опций. То есть, вместо того, чтобы покупать новые версии, можно просто улучшить то, что уже есть, на очень и очень хороший вариант. То есть, можно менять и надежность, и вес, и усилие спуска, и возможность устанавливать оптики или других аксессуаров, не меняя свой пистолет, только меняя на нем определенные детали. На этом спасибо за внимание. Этот новостной выпуск закончен. Если понравилось, подписывайтесь. Ссылка будет здесь. Все фотографии принадлежат либо изготовителям, либо веб-сайтам, которые их опубликовали. Ссылки будут даны в описании видео. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...